Добрый вечер. Факультет экономики Европейского университета продолжает диалоги об экономике. И сегодня вечером мы будем обсуждать санкции. По традиции я попрошу участников нашего диалога представиться самостоятельно. И напомню, что меня зовут Юлия Выметнина, и я декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, коллеги. Давайте я следующий. Меня зовут Александр Черных. Я аспирант факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Товарищи, добрый день. Я Саша Исаков. Я главный экономист по России и Центральной Восточной Европе. Bloomberg Economics. Спасибо большое. И, собственно, что может быть лучше, чем обсудить тему санкций с человеком, который собирается исследовать тему санкций, и, собственно, с человеком, который активно анализирует, как влияют санкции на Россию. Собственно, первый вопрос. Давайте мы напомним нашим слушателям вообще, что мы знаем про санкции, какие они бывают, и, может быть, знаем ли мы что-то про эффективность санкций. Кто хотел бы начать? Давайте я, наверное, скажу пару слов. Давайте. Вообще, если говорить о санкциях, то есть уже очень большое поле для сравнения. Хоффбауэр в одном только 20 веке, начиная с Первой мировой, насчитывает более 200 случаев экономических санкций. И, соответственно, есть что посмотреть, есть что сравнить. Естественно, исследователи пытались как-то эти экономические санкции систематизировать, выделить какие-то классификации по видам, как правило, делят их по мере жесткости. То есть от самых простых – это каких-то дипломатических действий. Далее на второй ступени идут меры против отдельных индивидов или компаний. И, наконец, наиболее жесткие – секторальные санкции. Но при этом, когда говорят о жесткости, то тут, естественно, каждый исследователь выбирает эту шкалу сам, что является жестким и что нет. Но как-то есть общий консенсус, что санкции ООН все-таки наиболее жесткие, потому что обязательные к применению всеми странами. И такие санкции, естественно, оказывают значимый эффект. Если говорить об эффективности, то здесь важно то, как мы смотрим на эту эффективность. То есть, во-первых, мы можем посмотреть на изначально заявленные цели, при которых санкции вводились. И здесь до 2014 года у исследователей был такой консенсус, что санкции в целом неэффективны, экономические санкции. То есть, примерно где-то треть достигала своих заявленных целей. Но если мы говорим об эффективности санкций с точки зрения наличия каких-то эффектов на экономику, либо на отдельные какие-то макроэкономические или финансовые переменные, то эти эффекты заметны, они есть, и их уже там, соответственно, можно каким-то образом изучать. Спасибо большое. Саша, добавите что-нибудь? Да, можно. Я хотел бы продолжить мысль тоже Александра. Мне кажется, это действительно распространенное мнение относительно того, что санкции неэффективны, не работают и не дают результатов. Это действительно, мне кажется, консенсус не только прежний, но в принципе и действующий. Часто можно сказать, что санкции неэффективны, зачем их только вводят. Я, когда читаю эту литературу, у меня есть такое впечатление определенное, что она страдает от ряда довольно фундаментальных проблем в принципе с этим всем ресерчем, со всем филдом. Хотел выделить три. Первое состоит в том, что мы, когда смотрим на санкции, обычно они являются попыткой воздействовать на решение страны, которая уже принята. То есть здесь есть, по сути, не учитывается рациональное ожидание. Если мы с вами страна, мы с вами не первый день живем, и если мы с вами принимаем то или иное решение, то, скорее всего, мы примерно ожидаем каких-то мер воздействия на нас и готовимся к ним. То есть эти санкции не являются вполне шоком, таким чистым, который позволил бы нам вывести их эффект. То есть санкции накладываются на страну, которая, во-первых, готова к этому воздействию. Во-вторых, она, скорее всего, раз она это уже приняла решение, то эти санкции и потери, которые санкции эти несут, она готова принять. То есть это первая проблема с этим измерением. Вторая проблема с измерением эффективности санкций, как мне кажется, она состоит в таком как бы неком self-selection. А с другой стороны, мы с вами игнорируем обычно все страны, которые не сделали что-то, за что они бы могли получить санкции. То есть настоящее, на самом деле, измерение эффективности санкций – это то, сколько стран приняли решение не нарушать какие-то законы и правила, которые привели бы к санкциям на них. И на самом деле ресерч не смотрит на это. В основном он сосредоточивается на том, санкции ввели, упало в ВВП или выросло. На самом деле мера – это такой deterrence, то есть предотвращение действия. Вторая проблема измерения – это, мне кажется, self-selection. он состоит в том, что, мне кажется, рационально ожидать того, что санкции будут вводиться теми странами, которые не пострадают или в меньшей степени пострадают от их введения. То есть на них, на самих, эффект будет небольшим. Возможно, их сама заинтересованность в изменении исхода небольшая. Когда мы считаем просто санкции в штуках, то мы тоже не учитываем санкции, которые как бы не введены. Они могли быть эффективны, они могли, в принципе, сработать, но они не были введены, потому что сэндинг-кантри, то есть санкционирующая страна, пострадала бы. Поэтому мы почти по определению наблюдаем менее эффективные из возможных санкций. И третья проблема измерения, как мне кажется, она состоит в том, что, условно говоря, портфель санкций не совсем зрелый. То есть бывает такой эффект гриннинга, то есть зеленого кредитного портфеля. Если вы вчера выдали ипотеку, то, скорее всего, ее будет вам погашать. Это просто еще рано думать о том, как бы эта ипотека выдана надежным заемщику или плохому. Вы должны подождать год, два, три. Если мы обратимся к базам данных санкций, то увидим, что большая их часть, на самом деле, введена в десятые годы или как минимум с середины двухтысячных. И большинство санкций, почти 80% санкций в одной из самых известных баз данных, по глобальной базе данных санкций, классифицировано как санкции, которые все еще наложены. То есть они как бы ongoing. Мы не знаем их результата. Я бы сказал, что когда у вас выборки санкций, санкции все еще продолжают работать, то утверждение о том, что они неэффективны, с учетом того, что те, кто их накладывают, их продолжают, но это такое сильное утверждение. То есть на самом деле, это может быть не слишком звучный вывод, но мы узнаем относительно того, санкции эффективны или неэффективны, через 20 лет. С учетом того, что большинство санкций, которые сейчас действуют, очень новые. Спасибо большое за эти соображения. Тут, конечно, еще, может быть, интересно было бы смотреть на вторичные санкции. И, условно говоря, когда возникает угроза вторичных санкций, происходят ли какие-то самоограничения со стороны тех стран, которым эти санкции угрожают. То есть, условно говоря, как кейс, когда страна перестает делать что-то, что потенциально может привести к каким-то санкциям. Но я, кстати, не знаю, есть ли у нас какие-то данные систематически более-менее по поводу вторичных санкций кому-то попадались. Видимо, нет. Я пытался тоже понять эту историю про вторичные санкции. Ну, вот, могу соврать, предупреждаю. Но мое впечатление в целом об этом следующее. Я не вижу примеров санкций вторичных на суверена. То есть, если первичные санкции обычно накладываются на суверена, ну, могут накладываться и на организации отдельно, там, банки, предприятия, но они накладываются на суверена, и мы, скорее всего, говорим о санкциях на суверена. То вторичные санкции накладываются, я так понимаю, без исключения. Я не нашел примеров вторичных санкций на суверена. То есть, если мы откроем сайты соответствующих ведомств США, Великобритании, ЕС, то вы увидите, что санкции за помощь в обходе торговых ограничений, финансовых ограничений накладываются на отдельные банки, на отдельных предпринимателей, на отдельные компании, но они никогда не накладываются на страну. То есть, в этом смысле, опять же, сложно посчитать, потому что нам нужен какой-то бейзлайн, то есть, без вторичных санкций. Какой уровень вот этой нежелательной активности был бы, мы этого не знаем, и литературы про это нет, скорее всего. То есть, я, по крайней мере, не вижу большой литературы такой, как про обычные санкции. Но что мы знаем, что вторичные санкции обычно накладываются на маленькие организации, которые созданы специально для обхода этих санкций. Это обычно очень маленькие какие-то специально созданные организации. Или второй жанр таких вторичных санкций – это большие штрафы на большие банки, которые недостаточно настроили свой compliance. Вот, наверное, все, что мы знаем про вторичные санкции сейчас. Спасибо большое. Ну, как раз, в общем, будем смотреть, как будет продолжать развиваться история с потенциальной угрозой вторичных санкций на те страны, которые сотрудничают с Россией. Пока мы видим растущую осторожность в том, чтобы как-то активно и в явном виде показывать их сотрудничество. Может быть, стоит сказать несколько слов. Если применяются санкции, то каким образом ожидается, что они оказывают влияние, собственно, каковы каналы влияния санкций? Ну, в первую очередь, естественно, нас интересует экономика. То есть, что мы ждем от санкций применительно к экономике, если мы страна, накладывающая санкции? Давайте я попробую начать отвечать на этот вопрос. Да, если мы говорим именно об эффектах, то они могут проявляться по разным каналам воздействия. Но в первую очередь тут на ум приходит спад торговли. То есть, мы можем смотреть на показатели экспорта и импорта. Также можно назвать потерю переговорной силы государства. То есть, какие-то вновь заключаемые контракты, которые будут уже, соответственно, подписываться с каким-то дисконтом. Это обязательно сокращение международных потоков капитала. То есть, это прямые иностранные инвестиции, которые будут страдать. Это уход какой-то международной помощи, иностранных грантов, что может быть критичным для развивающихся стран, стран третьего мира. Это стигматизация политического режима. То есть, это некоторым образом бьется тоже с потерей переговорной силы. Санкции вообще могут быть еще таким ранним предупреждением, для внутренних экономических агентов. То есть, это будет пересмотр каких-то параметров дисконтирования. Это будет пересмотр решений об инвестициях, о сбережениях. Санкции – это еще всегда рост теневой экономики. То есть, это нормализация этого понятия, в том числе со стороны государства цели. И рост этой теневой экономики – это уже отдельное исследование. Но мы понимаем, что это такие далекие и тяжелые последствия. И тоже связано с этим аспектом – это, естественно, рост коррупции. Вот, наверное, такие бы я назвал каналы. Добавите что-нибудь. Как действуют санкции? Ну, нет, я полностью согласен с тем, что Александр сказал. Мне кажется, что, в принципе, есть два класса целей. То есть, я классифицирую это так. Первый – это denial, а второй – это deterrence. То есть, denial – это когда мы пытаемся начисто отрезать возможность осуществлять какую-то нежелательную активность. То есть, мы, например, хотим, чтобы страна прекратила разработку тех или иных видов вооружений. И мы динаем ей доступ, например, к компонентам, если мы являемся его поставщиком, или наша коалиция санкционирующих стран является его поставщиком. А deterrence – это все остальные меры, которые как бы заставляют, отнимают ресурсы страны от осуществления вот этой нежелательной деятельности. То есть, и сюда падает то, что Александр перечислял, то есть, любые увеличения транзакционных издержек. Например, необходимость закупки тех же самых вещей с большой наценкой из-за того, что это приходится делать не непосредственно напрямую, а в обход. Увеличение социальных расходов, которые обычно сопровождают санкции. Например, иранский пример говорит явно о том, что введение санкций в 90-х и потом в 16-м году привело к тому, что социальные расходы, даже на образование, на охрану правопорядка, они растут, они отнимают ресурсы от других программ, которые бы, возможно, Иран хотел бы осуществлять. То есть, доля государства всегда вырастает, обычно не та доля, которой санкции противодействуют. То есть, два вида – полный запрет и увеличение транзакционных расходов, отвлечение ресурсов от той деятельности, которая воспринимается как нежелаемая. И в связи с этим вообще может стоять закономерный вопрос о том, строго говоря, контроль за тем, чтобы соблюдались санкции, тоже требует отвлечения каких-то расходов от всех тех участников, которые должны отследить за тем, что санкции соблюдаются. И получается, что, в общем, любые санкции – это ситуация, когда в целом какая-то часть ресурсов, она тратится не настолько производительным образом, глобально в целом, как хотелось бы. И, может быть, какие-то два слова сказать было бы хорошо про то, что мы знаем относительно того, как санкции влияют не только на те страны, на которые они наложены. Я думаю, что мы еще скажем несколько слов про какие-нибудь примеры. Что мы знаем про то, как санкции влияют на те страны, которые наложили санкции? Потому что то, что сейчас часто, вопрос, который часто спрашивают, это, собственно, особенно некоторые люди без экономического образования из Европы, они говорят, слушайте, ну вот у нас дико растет стоимость жизни, у нас, в общем, запредельные расходы на отопление, впереди зима. В общем, как-то все это очень нехорошо, и такое ощущение, что при этом ничего не происходит с Россией, на которую наложено столько санкций, и как же это все получается? Может кто-нибудь из вас прокомментировать пару слов про это? Ну, давайте я, наверное, попробую сказать. Ну, что касается 22-го года, то здесь важно отделять разные эффекты, которые мы можем наблюдать в одно время. То есть, с одной стороны, это какая-то неосторожная, смягчительная политика центральных банков по выходу из ковидного кризиса, которая растягивается по времени в своих эффектах. С другой стороны, это там, может быть, какие-то воздействия от санкций, которые страны сами вводят. Но, естественно, есть целый спектр исследований, которые смотрят, что, собственно, как это может аукнуться самой стране. Более того, как это вообще распространяется на весь мир. То есть, уже даже по 22-му году есть такие исследования. То есть, как правило, смотрят в таких случаях на фондовый рынок, на отдельные страновые индексы. И, соответственно, да, воздействия есть везде. Есть не только воздействия на ту страну, которая вводит санкции, но и, что очевидно, на стран-соседей, которые расположены рядом со страной целью. И эти эффекты заметны, но, естественно, несоизмеримы с теми, которые наблюдаются на стране цели. Хорошо, добавите что-нибудь. Наверное, это исчерпывающий ответ. Мне кажется, что он… Ну, это просто сложный вопрос. То есть, мы привыкли использовать слова «эффективность», «санкции», например, как бы безотносительно какой-то функции предпочтений. То есть, мы, когда зададим в явном виде свои предпочтения, обычно это как бы все довольно серьезно проясняет. То есть, об отдельных эффектах, ну, так как бы сложно говорить. Да, там цены выросли, цены упали. Может быть, это хорошо. Какой эффект общего равновесия, неясно. Да, безусловно, действительно, говоря об эффективности санкций, то, что часто упускается в этом разговоре, это действительно, собственно, эффективный относительно чего. То есть, собственно, какова была цель, и, как правильно уже отмечалось сегодня, каков временной горизонт достижения этой цели. Мы ждем, что она будет достигнута завтра, через месяц, или, в общем, мы очень терпеливы и ждем, что когда-то эта цель будет достигнута. Может быть, тогда попробуем сказать несколько слов про то, какие, собственно, какие, может быть, кейсы кажутся релевантными в отношении того, как санкции влияют и будут влиять на Россию. Часто вспоминают Иран, поскольку, во-первых, довольно свежий пример санкционных зим, и, во-вторых, как страны, которая, в общем, чем-то похожа на Россию в смысле большого количества нефтегаза, которая добывается, санкций, соответственно, на запрет поставки нефти. И, соответственно, часто, когда происходит вот это сопоставление с иранским случаем, собственно, говорят, что, ну, во-первых, можно же научиться как-то обходить любые санкции, и, собственно, да, отсылки идут к тому, что, в общем-то, даже если предположить, что с Ирана снимут санкции, никто не ждет, что нефти на мировом рынке станет значительно больше, причем не только потому, что, да, вследствие просто недостаточных инвестиций в последнее время в Иране было не так много вкладывалось в нефтедобычу, но и вследствие того, что, в общем, часть нефти попадает, таки, на мировой рынок. Но, в общем, было бы, может быть, как-то интересно посмотреть на какие-то другие примеры, потому что, ну, то, что мы видим в Иране с другой стороны, да, это экономика, в общем-то, страны, которая имеет более высокий уровень государственного долга, да, имеет более высокую инфляцию, и, в общем-то, страна, которая пока не настолько, да, сильно сопоставима с той макроэкономической ситуацией, которая есть в России. Есть ли какие-то другие кейсы, которые, ну, может быть, дают какой-то новый взгляд на то, чего мы можем ждать в России? Александр? Ну, прежде всего, еще вспоминается случай ЮАР и санкции против режима апартеида, которые там, в этом случае там тоже есть много аналогов, например, в том, что санкции вводились постепенно, то есть все там начиналось с символических санкций, постепенно там этот маховик раскручивался, к середине 80-х годов они получили санкции уже от Конгресса США, которые были очень хорошо заметны. Другие параллели еще состоят в том, что экономика ЮАР на тот момент, она характеризовалась высокой долей сектора добычи природных ресурсов, то есть, прежде всего, угля и золота, и они очень сильно зависели от этого экспорта. И, соответственно, тоже, как и в некоторых случаях с Россией, сумели воспользоваться на тот момент высокими ценами на свой главный экспортный товар. То есть, в тех случаях был большой мировой рост инфляции, и, соответственно, золото пользовалось популярностью, на него были высокие цены, это позволило сдержать удар по санкциям. Ну и также в ЮАР, да, там еще была довольно существенная доля иностранных инвестиций, и вот этот исход международных компаний, который несколько растянулся по времени, в результате он привел к усилению рыночной силы местных производителей, то есть, те, которые успели скупить активы уходящих компаний по выгодным ценам, они воспользовались этой ситуацией, но пострадал мелкий, малый и средний бизнес, который оправиться не смог, а там 10 крупнейших компаний, они вроде как живы до сих пор, ну и уже после того, как с ЮАР были сняты санкции, да, там после прихода Манделлы, там были такие довольно негативные примеры, что, например, американские компании в первые десятилетия они поспешили возвращаться, то есть, уже были переориентированы какие-то цепочки поставок, какие-то взаимоотношения, поэтому этот эффект был, чувствовался еще очень долго, и какие-то конкурентные преимущества, которые были у ЮАР в 70-х, они так и не смогли их восстановить, вот, это что касается ЮАР, да. Да, можно я поддержу полностью Александра, мне кажется, что ЮАР не просто один из примеров того, как страна под санкциями живет, а вообще главный пример, то есть, ну, на самом деле, вот у нас у всех там жизнь не бесконечная, да, как бы, и самая лучшая инвестиция времени, как мне кажется, вот сейчас, да, в принципе, это хорошо изучить опыт Южной Африки 80-х, потому что, мне кажется, что, несмотря на то, что все страны разные, там, разная демография, разное устройство политической страны, разная ситуация и разные причины, да, наложения санкций, но из другого меню, да, вот, опций, санкций на крупные страны, никто так не похож, да, вот, по начальным условиям на нас, как Южная Африка, вот, просто, Александр, ты все сказал уже, я повторю еще раз, эта страна, такая же, как мы, была крупным импортером сырья, экспорт был очень сильно концентрирован, то есть золото, алмазы, уран, уголь, а это была большая часть того, что они импортировали. Страна очень серьезно была встроена в международную торговлю, она была частью, вот, сообщества, ну, Commonwealth Великобритании, то есть финансовая система была очень сильно завязана на британские банки, там, Барклис был главным банком страны, можно сказать, что, посмотрите, нет, в России же так не было, у нас собственная банковская система, но для нас это также актуально, если мы вспомним, где ставки у нас были пару лет назад, мы имели, напомню, в 20-м году десятилетнюю ставку порядка 5,5%, да, по ОФЗ, 5,5%, которую делали нам нерезиденты, то есть наша внутренняя стоимость заимствований, хотя банки все наши, да, вроде бы, но она, в принципе, была внешней плюс-минус, была очень низкой, вот, и с ними произошло ровно то же самое, что с нами произошло, исход нерезидентов, частичная продажа ими внутренних активов, но очень неполная, то есть General Motors продала свой завод менеджеру из одного из заводов в США, который приехал специально, чтобы его там, значит, купить. Coca-Cola формально продала лицензию, да, как бы независимой дочке, но производство там дальше продолжилось, и вот такой исход, он был очень такой частный, частичный и так далее. Мне кажется, что, ну, похожестей-то много, да, перечислять все не будем, но там есть, мне кажется, и важные уроки того, как не надо делать, то есть, по крайней мере, того, как жить под санкциями, не особо дестабилизируя и не особо занижая, да, свой собственный рост. Как мне кажется, главный пример и первый пример – это сохранение конкуренции, это там просто суперважно. Что такое, то есть, почему мы видим, в принципе, то, что мы видим в нашем случае на нашем рынке. Если вы спросите компании, как мне кажется, многие из них сталкиваются со трудностями, но они также сталкиваются с тем, что внешние конкуренты очень часто ушли. Это, в принципе, важно и для финансового сектора также, да, то есть, если вчера вы должны были конкурировать с международными кредиторами, для которых ставки были очень низкие, вам трудно было кредитовать крупных хороших заемщиков здесь. Они часто, если не под санкциями, могли выйти на внешние рынки, занять нам дешевле. Сейчас система, она, в принципе, завязана на внутренних кредиторах, да, это система больших, крупных внутренних кредиторов, рынков, которые теперь чувствуют меньшую конкуренцию. Это касается и других, да, рынков. Понятно, что есть риск того, что конкуренция вернется, да, и это будет в какой-то мере занижать инвестиции для нас, для, ну, внутри страны, да, вот, но где-то такого риска нет. И для того, чтобы, как бы, сохранить потенциал роста, да, для того, чтобы вот все, что сейчас происходит, не ушло просто в более высокие наценки, а в Южной Африке так и произошло, просто повысились маркапы, да, маркап повысился, наценки повысились, фондовый рынок на этом очень сильно рос в полной отвязке от роста выпуска физики, да, и роста ВВП. Для этого нужно просто внимательно, то есть для этого ФАС должна стать, как бы, частью управления ростом страны, то есть вот управление конкуренцией, это управление ростом в этих условиях. Это первое. Второе, государство не должно разрастись. В ЮАР, что произошло в 80-е, произошло полное вытеснение государством частных инвестиций. Если в начале десятилетия доля в инвестиции государства была порядка 30%, то к концу, да, к началу 90-х половина инвестиций в деньгах, больше половины инвестиций в деньгах, это были деньги правительства. То есть, ну, это всегда является результатом такой динамики, что у вас происходит шок, инвестиции частного сектора падают, и вам хочется их как-то поднять, и вы, соответственно, начинаете инвестировать. Вот, вы начинаете инвестировать, и вы выталкиваете, вы не даете ставкам снизиться для частного сектора, вы делаете свои инвестиции, которые вам кажутся правильными, и дальше выталкиваете частный сектор, да, создаете как бы отрицательную мотивацию для частного сектора инвестировать. Ставки остаются завышенными и так далее. Вот, то есть государство не должно разрастаться, оно должно как бы быть, оставаться дисциплинированным, не должно слишком сильно наращивать число занятых в госсекторе, не должно вымещать частные инвестиции. Вот, и третья вещь, и она тоже суперважная. Она состоит в том, как устроено импортозамещение. Импортозамещение в начале санкций в ЮАР было успешным, потрясающе успешным, когда они замещали простые вещи, когда они замечали продовольственные товары, это все было очень хорошо. Когда потом на основе как бы вот этого опыта начали замещать товары промышленные, обрабатывающие, дело встало, да, как бы реальность, она оказалась очень тяжелой. Проблема в том, что замещать капитала неинтенсивные вещи легко, потому что вам там не нужен эффект масштаба, да. То есть, если у вас не так много капитала, вы можете заместить что-то для своего внутреннего рынка, даже если вам прикрыли внешний. И поэтому совершенно жизненно важно сохранять доступ для экспорта на большие крупные рынки. Если мы собираемся что-то импортозамещать, то мы не можем, то есть это не получится сделать, если у производителей будет доступ только к внутреннему ограниченному рынку, потому что он будет конкурировать со странами, которые работают на 8 миллиардов человек, да. Это совсем другой эффект масштаба. Вот. То есть, мне кажется, что если Россия будет не только как бы, например, экспортировать сырье с дисконтом, но и вот этот доступ к нашему дисконтированному сырью сопровождать требованием о доступе нашего экспорта другого, да, на рынке, то там это важно, потому что, ну, если там трезво посмотреть на то, где мы сейчас находимся, то в отличие от многих-многих развивающихся стран, да, которые растут по экспортной модели, у нас в наших непосредственных торговых союзах, то есть главный наш союз торговый, да, это Евразес, да, Евразеская сообщество торгового. У нас нет вот этих вот торговых зон, зон свободной торговли со странами, которые в разы больше нас. То есть, да, у нас есть этот союз, но большинство из этих рынков, они по всем метрикам, да, это страны, которые сильно меньше России. Вот, то есть, вот, как бы, третий важный урок состоит в том, что импортозамещение, если не обеспечить его доступом к большим рынкам, заспопорится на простых вещах и дальше не пойдет. Спасибо большое. Как раз действительно самое важное – это вынести какие-то уроки, да, из того опыта, который уже есть, про жизнь под санкциями. И я, прежде чем, может быть, спросить, какие еще есть, может быть, примеры, идеи, да, какой опыт смотреть. Хотела бы обратить внимание на то, что сейчас было сказано, да, про то, что, собственно, финансовый, фондовый рынок, он, в общем, рос. И любопытная вообще история. Я специально посмотрела в МВФ индекс финансового развития, собственно, и для Ирана, для ЮАР, для России, ну, собственно, в разные периоды. И получается, ну, вот это было хорошо видно на примере ЮАР, что, условно, там, в 80-м году банковская система, ну, собственно, была таким основным институтом финансовым, да, то есть фондовый рынок, он находился, ну, где-то вот, его развитость оценивалась очень слабо. Ну, а, собственно, если посмотреть хотя бы там на середину конец двухтысячных, и тем более сейчас, да, это гораздо более развитый уже рынок, то есть, ну, в общем, несколько сбалансировалось развитие финансовой системы в этом смысле. И в Иране тоже очень видно, что в периоды как раз усиления санкций, там все показатели, связанные с развитием фондового рынка, они не дотягивают до банковской системы, но они начинают активно расти. Собственно, у нас, если посмотреть, все еще, ну, там, скажем, несколько лет назад, опять же, фондовый рынок, он был как бы по всем вот этим метрикам МВФ, он был менее развит, чем банковская система. Мы, правда, можем ждать, что у нас как-то фондовый рынок в результате начнет развиваться, или вот эта вот аналогия, которая вряд ли сработает? Можно скажу? Да. Мне кажется, что ответ абсолютно да, и я думаю, что мы увидим подтверждение этого уже в 2023 году, потому что предпосылки для этого, они как бы со всех сторон, но две главные предпосылки следующие. Один из самых пострадавших сегментов у нас – это банковский сектор. То есть мы все видим комментарии о том, что прибыльность банковского сектора, кроме крупнейших банков, отрицательное в этом году, восстанавливаться будет медленно. Мы также видим, что наш регулятор, судя по комментариям, действует верно, и вот, как недавно говорили, если банк труп, то его тоже спасать не будут. В этом смысле банкам, скорее всего, будут продолжать давать какие-то послабления, которые потихоньку будут отменять, но за банками будет большой шлейф капитала, который нужно восстанавливать и снова привлекать. Это большой процесс, и, если честно, мне кажется, это процесс, который будет происходить на таком фоне, когда у вас компании, например, в секторах, которые будут сильно расти, которые оказались на вот этих рынках, где ушли их конкуренты, они в чудесном совершенно находятся положении, они, в принципе, могут занимать дешевле, чем эти банки, у которых, скорее всего, возможно, проблем больше с точки зрения инвестора. То есть в этом смысле, когда, например, мои фундаментальные перспективы, показатели, выручка, доходы и ожидания, по мне, лучше, чем у банковского сектора, создают предпосылки того, что деньги для меня напрямую занимать у сберегателей будет дешевле. Вот. То есть я думаю, что это будут другие сектора, это, может быть, будет не наш традиционный миссегазовый сливой сектор, который сейчас будет, ну, там, который является тоже получателем большого количества санкций и ограничений, но есть, мне кажется, розница, производители продовольствия и другие секторы, которые будут очень хорошо себя чувствовать и будут, возможно, чувствовать себя настолько хорошо, что будут дешево занимать или привлекать даже акционерный капитал напрямую на бирже. И здесь возникает второй вопрос. У кого они будут привлекать? Ну, во-первых, я думаю, рентабельность вырастет. И часть нашего, нашей экономики, часть такой крупной, обеспеченной экономики, она, в принципе, также, мне кажется, с учетом того, какое количество санкций введено, она будет предпочитать инвестировать здесь, да, как бы с низким риском. То есть если для вас вчера была такая ситуация, когда вы требовали какого-то уравновешивания внешней и внутренней доходности, то сейчас, если вы находитесь, например, под риском санкций снаружи, то в равновесии требуемая доходность внутри, она как бы снизилась, да, то есть это значит, что требуемое, ваше желание инвестировать внутри при прочих равных, да, там совершенно рационально и объективно она выросла, то есть мы увидим эти деньги. Кроме того, если посмотреть на мотивацию государства, то мне кажется, она будет, ну, и прежде всего с точки зрения денежной политики, бюджетной политики, вы хотите сохранить ценовую стабильность. Одна из историй про ценовую стабильность состоит в том, что банковское кредитование, оно как бы увеличивает внутренний спрос, да, оно там всегда является, ну, как бы фактором роста цен, да, у вас создается внутренний спрос, да, на основе там нового кредитования, увеличение плеча, да, там и так далее. С другой стороны, если вы хотите сохранить, ну, вот эту устойчивость, вы хотите на самом деле, чтобы инвестиции, вот это новое фондирование, оно делалось не банковским сектором, то есть оно происходило из средств, которые как бы извлекаются из текущего потребления, да, людей и замораживаются, фондируют инвестиции компаний, да, то есть в этом смысле у вас спрос как бы новый не создается, у вас замораживается текущее потребление, да, в пользу там какого-то предыдущего потребления, поэтому если государство, а оно вроде бы собирается, создаст мотивацию для людей сберегать в эквиваленте того, что там в США называется 411К, да, как бы, а у нас скорее всего будет называться как ИИСы там третьего, четвертого, десятого типа, где с учетом, где будет налоговая мотивация долго хранить деньги в инструментах финансового рынка, то опять же это будет действовать в пользу развития биржи, там, долгового и эквити капитала, когда люди напрямую, а не через финансового посредника банка, ну, вот, финансируют экономику. Да, спасибо большое, я только, может быть, позволю себе добавить, что, строго говоря, не любое банковское кредитование, да, создает дополнительный спрос, это же, собственно, вопрос, да, чего больше кредитования, которое действительно в итоге выливается в то, что развивается сектор услуг, да, и какие-то потребительские товары, потребительский спрос, или это кредитование скорее больше инвестиционного характера, да, но здесь мы, опять же, понимаем, что инвестиции, ну, если это что-то серьезное требует времени, да, и недавно Центробанк, в общем, прямым текстом сказал, да, что источником длинных денег должен являться, собственно, фондовый рынок, да, а не банковский сектор. То есть здесь действительно возникает такая четкая в своем роде дихотомия, да, что инвестиции должен обеспечить тот самый фондовый рынок, про который, правда, многие, не все такие оптимисты, как Александр, который считает, что, собственно, появятся те средства, которые можно будет инвестировать, но, собственно, мне-то кажется, что они действительно появятся при условии, как, опять же, правильно было сказано, если государство, да, не будет чрезмерно активно, собственно, задействовать инвестиционные ресурсы под свои какие-то проекты, да, и под свои цели, что, безусловно, тоже опасность чего тоже, безусловно, присутствует. Может быть, какие-то еще кейсы, которые могут какую-то, какие-то нам подсказать идеи или какие-то параллели можно провести. Да, вот я хотел бы добавить, что мы вспомнили Иран, вспомнили ЮАР, обе эти страны получали санкции в мирное время, то есть они не вели там никаких военных действий, но в недавней истории есть еще пример бывшей Югославии, то есть у которой была серия войн с 91-го по 2000-е годы, и вот этот кейс бывшей Югославии, он уже всесторонне изучен, то есть, строго говоря, когда мы смотрим на эффективность санкций, то мы должны понимать, не является ли причина, по которой вводили санкции, собственно, с той причиной, по которой усугубляются экономические переменные, на которые мы смотрим. И вот в частности есть работа Оливера Лемота, по-моему, от 2012 года, и он анализирует как раз республики бывшей Югославии, смотрит, соответственно, на переменную торговли и выясняет, что от, собственно, санкций торговля уменьшается на 40%, а нет, нет, наоборот, от санкций на 80%, а от военных действий на 40%, то есть, собственно, санкции в два раза сильнее воздействуют на торговлю. Ну да, и там как раз вот пример республик бывшей Югославии, он интересен тем, что три из них там друг с другом воевали по кругу, а такие как Словения и Македония, они, соответственно, там не были задействованы, поэтому там есть контрафактические примеры. Но вот еще пример бывшей Югославии, конечно, да, там Сербию невозможно сравнивать по масштабам, но она показала, как глубоко можно упасть, то есть у них с 97-го по 2000-й почти в 3,5 раза сократился ВВП, но он также быстро восстановился где-то за три года, продемонстрировав там 9-процентный рост, и еще через три года они его удвоили, то есть это произошло сразу после снятия санкций, такой стремительный рост там в отличие от того же ЮАР, то есть есть и хорошие примеры. А можно я сразу скажу, просто поправлю, что на самом деле ЮАР похожа и тем, что в этот период у них был такой конфликт с Намирией, который назывался пограничная война, border war, то есть в этом смысле это тоже похоже нас, то есть там был такой конфликт, который имел такую сложную, сложную природу, и был очень длительным, то есть мне кажется, что как бы здесь, ну это еще одна параллель. Да, спасибо большое. Собственно, вопрос, который, наверное, тоже стоит попробовать обсудить, если на него есть какие-то ответы. Собственно, насколько, ну скажем так, есть ли какое-то понимание из опыта изучения тех санкций, которые уже были, насколько долго сохраняются последствия санкций, ну вот скажем, в случае с кейсом ЮАР, да, мы уже, наверное, можем как-то попытаться это понять, насколько долго сохраняются последствия санкций и, собственно, да, как долго экономическое развитие этими санкциями в результате сдерживается. Можно тоже опять начну, но вот есть исследование Нойнкирха, Нойнмюллера, они брали, соответственно, самые жесткие санкции, то есть санкции ООН, и они рассматривали 60 с лишним случаев санкций и обнаружили, что предельный эффект, он постепенно, который санкции оказывает, он постепенно уменьшается, то есть если говорить о санкциях ООН, то он заметен на где-то примерно 10-летнем периоде, если говорить только об американских санкциях, когда только США вводят санкции, то это где-то порядка 5-7 лет, то есть дальше этот эффект уменьшается. Вот, но это что касается таких крупных санкций от международного сообщества. Таша, добавите? Ну, я добавлю следующее. Мне кажется, это вот как бы супер средняя температура по больнице, то есть здесь, мне кажется, вот эти санкции, они сильно отличаются, мне кажется, главное отличие состоит в том, насколько эти санкции, когда отменяются, сохраняют риск, ну, то есть вот насколько они сохраняют риск рецидива, да, то есть, мне кажется, это один из важных элементов. Маленькие санкции, которые мы испытывали после 15-го года, да, можно сказать, что вот эмпирически, как мне кажется, вот участники рынка, и рынок, который мне больше всего известен, это рынок ОФЗ, то обычно в течение полугода вот эти вот санкционные всплески, как бы, у нас было их достаточно много, да, в принципе, эпизодов, обострения, там много разных поводов, они в течение полугода, санкционная премия обычно уходила, да, из цены, вот, а про большую экономику, наверное, там сложнее. Ну, вот, кстати, к вопросу про государственное заимствование, что мне, ну, собственно, кажется еще интересным, что все-таки, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это отличает немножко российский случай. У нас отношение долга к ВВП, во всяком случае, на момент, да, начала вот этой массированного введения санкций, оно достаточно низкое по мировым рынкам, и оно ниже, чем, ну, если я не ошибаюсь, оно ниже, чем то, что мы видели в ЮАР, когда там вводили санкции, оно ниже, чем в среднем по Ирану, например, да, то есть, ну, такое достаточно низкое, и возникает вопрос на фоне такого низкого госдолга, в общем-то, насколько есть, собственно, да, возможность государству более-менее безопасно его продолжать наращивать, да, ну, то есть расширять рынок тех самых ОФЗ, которые, ну, вроде бы, достаточно, да, такие безрисковые и, собственно, могут поддерживать тех, кто хочет, да, быть возможностью для инвестирования тем, кто хочет, в общем-то, да, не в рынок акций вкладываться и кто так настороженно к корпоративным облигациям относится, вот насколько здесь, в принципе, есть опасность, что государство может, ну, вот как-то решить развернуться? Саша, как вам кажется? Ну, так, у меня очень простой взгляд. Почему у нас низкий долг, в принципе, то есть он как бы не каким-то волшебным образом, да, у нас низкий, он низкий по двум причинам. В принципе, консервативная политика бюджетная у нас была всегда, то есть мы всегда консервативно планировали бюджет, консервативно исполняли бюджет, да, как бы часто не дотрачивали, исходили всегда из консервативных предпосылок, вот. И вот эта консервативность, она имеет такой характер, что в моменте всегда вызывает какую-то, ну, оппозицию, да, консервативному крену, но мы всегда признательны тому, что мы ее проводили в прежние годы. То есть вот в этом году обязательно надо быть мягче, это всегда. Но как хорошо, что мы не делали мягкую политику все прошлые годы, потому что у нас осталось вот это пространство. То есть это как бы первый столб, да, нашего низкого долга. А второй столб – это наш открытый финансовый рынок, который у нас был. То есть первый столб у нас остался, второй столб у нас уехал. Что у нас было? При доходности долга, там, порядка, не знаю, 5-6%, да, например, 5%, 6%, да, то это так было, на самом деле, в 2020 году. Ваша реальная ставка была там порядка 1-2% пунктов в реальном выражении. При этом потенциальный рост экономики был по разным оценкам, но мне кажется, что вот по моим оценкам он был порядка 2-2,5%. Потенциальный рост, если мы выкинем эпизоды консолидации бюджетной, которые у нас были в 2015-2016-2018 году, то вот чистый рост частного сектора был порядка 2-2,5%. И мы имели ситуацию, в которой структурный рост, в принципе, выше реальной ставки заимствования. Это история, которая дает вам низкий долг. Вы просто, ну, потихоньку вырастаете из этого долга, и вам ничего не страшно. Сейчас мы сидим с этим наследством в виде 15-16% внутреннего долга. Но то, что оно как бы не будет проедено, не гарантировано, потому что, первое, реальные ставки существенно выросли. Да, сейчас там 10-летняя ставка больше 10%, возможно, не будет 10%. В следующем году, возможно, она снизится. Ну, куда? Ну, может быть, до 8%. То есть у вас будет реальная процентная ставка, вот разница между инфляцией и стоимостью заимствования, 4% пункта. Верим ли мы, что наш потенциальный рост 4% пункта? Ну, нет, он не 4% пункта. Хорошо, если наш потенциальный рост сейчас, да, там, с учетом того, что нам многое нужно заместить, построить заново от полупроцентного пункта до процентного пункта. Это значит, что вот эти дефициты, они могут очень быстро накопиться и очень быстро сместить отношение долга к ВВП сильно-сильно вверх. Примеров стран, которые начинали с низкого долга и очень быстро пришли 20-25% очень много. Долговая тема очень интересна, поэтому скажу еще последнее. Россия сейчас, несмотря на не очень высокий в номинале долг ВВП, платит процентов по этому долгу порядка полутора процентов ВВП. Полтора процента ВВП, триллион как бы с хвостом мы платим в качестве обслуживания долга. Это то же самое, что платит США. То есть расходы процентные по госдолгу США тоже находятся на уровне порядка полутора процентов. Это много. Это, в принципе, очень много. И эта величина очень чувствительна к процентным ставкам. У нас треть госдолга, в принципе, это флоутера. То есть это долг, который привязан, выплаты, которым привязаны к процентной ставке. К флоутерам, которых у нас почти 8 триллионов. Сейчас, наверное, даже больше 8 триллионов. У нас еще есть большой портфель расходов государства по льготным кредитам, например, по льготной ипотеке, где человек платит фиксированную ставку, но на самом деле в фоне государства платит по нему плавающую ставку. То есть у нас, я думаю, сейчас 12-13 триллионов обязательств с плавающей процентной ставкой. И в этом смысле, опять же, более высокие процентные ставки, которые могут, например, быть из-за более высокой инфляции, более агрессивных расходов, они могут привести к тому, что мы будем платить 2 и больше процентов ВВП только процентных расходов, что опять же будет приводить… А, это все нужно каждый год. Мы ведь не погашаем долг. То есть наши бюджетные правила все устроены так, что мы занимаем на обслуживание процентов. Это может довольно быстро при неконсервативном подходе к бюджетному планированию и исполнению бюджета привести к тому, что мы за 5-6 лет можем прийти к существенно более высоким уровням долга к ВВП. Спасибо большое. Безусловно, хотелось бы надеяться на то, что вот этот консервативный подход, который некоторые связывают с опасением повторения того, что было в 98-м году, как такой своего рода психологический шлиф, что ли. Хотелось бы верить, что консервативный настрой все-таки сохранится и будет доминировать в вопросах заимствований для того, чтобы оставалось пространство для тех самых инвестиционных заимствований частного сектора. Давайте я пока напомню нашим слушателям, кто с нами сейчас, что можно задавать вопросы в чате, если какие-то вопросы есть. Собственно, я пока приложу Александру и Александру, если у вас есть какие-то соображения, которые вы еще хотели сказать, как-то вот речь про них не зашла, можно, собственно, сказать. Есть ли что-то еще, что мы такого важного не обсудили? Пожалуй, комментариев нет. Ну, я могу так сказать, пока мы ждем вопросов, товарищи, кто к нам присоединился после представления, читайте нас на терминале обязательно, Bloomberg терминал, там мы все пишем. Я еще пишу, то есть всякие черновики этого всего есть на телеграм-канале «Холодный расчет». Если у вас нет доступа у Bloomberg терминала, подписывайтесь, задавайте вопросы. Ну, и вообще я всегда очень рад ответить на что-то, обсудить разные оценки. Спасибо большое. Собственно, когда мы сделаем запись, мы обязательно в подписи дадим отсылки, где кого можно читать и смотреть. И, собственно, может быть, попросим, Александр, вас посоветовать литературу для чтения, если кто-то заинтересовался, что там происходило с ЮАР, чтобы был какой-то начальный список. Судя по тому, что в чате у нас тихо, я подозреваю, что вопросов нет, поэтому, видимо, мы можем завершить. Спасибо большое. Мне кажется, что получилось проговорить много разного. И, собственно, спасибо за то, что и рассказали какую-то общую теорию и какие-то более наглядные вещи. И самое главное, за озвученные выводы, собственно, что государство не должно делать, а что должно для того, чтобы мы из этой истории выбрались с минимальными возможными потерями. Большое всем спасибо и тем, кто к нам присоединился сегодня, и тем, кто задавал вопросы до этого. И, собственно, спасибо большое нашим участникам. Спасибо за интересную беседу. Да, спасибо, Юлия. Спасибо, Александр. Спасибо. 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 Спасибо.